Фестиваль Манны Мы хотим поделиться с вами словом о том, как толковать видение и предсказание, а также о том, как Святой Дух предупреждает нас об опасности. В Библии слово «сон» употребляется 121 раз. Слово «видение», которое, например, видели пророки, употребляется 64 раза. В Библии сказано «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». В наши дни, когда Бог будет посылать нам сны и видения, нам важно знать, как правильно их толковать. Потому что в истории всякий раз, когда Дух Святой изливался на землю, его приход сопровождался откровениями. А что же такое откровение? Откровение — это когда открываются сокрытые тайны. В наше время Бог будет давать людям откровения так много, как никогда раньше. Потому что Бог сказал Даниилу, что в последние времена умножатся видения. Итак, Бог будет посылать людям сны и видения. Дух Святой будет обильно изливаться на землю. Также Дух Святой будет открывать нам тайны. Поэтому нам важно уметь толковать сны и видения. Есть два ключевых места в книге Иова. Первая — это четвертая глава. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него». Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои. И Дух прошел надо мною. Дыбом стали волосы на мне. Он стал, но я не распознал виды его. Только облик был пред глазами моими. Тихое веяние. И я слышу голос. И так на человека сошел глубокий сон, и именно тогда и произошло посещение. И второй отрывок — это 33 глава. «Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он, то есть Бог, открывает у человека ухо и запечатлевает слово наставления, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». В книге Иова Бог отчетливо указывает нам, почему Он дает нам видеть сны. Во-первых, чтобы запечатлеть свое наставление. Это слово «запечатлеть» в Иврите означает «увещевание», «указание направления». Через наши сны Бог направляет нас. Бог поворачивает человека с его направления в ту сторону, в которую угодно ему. Очень яркий пример мы находим в Евангелии от Матфея. Мы читаем о том, как волхвы получили во сне откровение возвратиться из Вифлеема в свою сторону другим путем. Бог дает нам сновидения для того, чтобы мы изменили свое направление. В-третьих, во сне Бог может давать предостережение, если нам угрожает опасность. В книге Иова это называется «пропастью и мечом», что означает «природные катаклизмы и бедствия». Еще один пример – это когда Бог говорил к Иосифу через сон. Также мы знаем, что когда Ирод умер и опасность миновала, Бог через сон возвестил Иосифу, что они могут вернуться на родину. Иными словами, в книге Иова мы видим три основных причины, почему Бог дает нам сновидения. Во-первых, когда Бог дает нам наставление. Во-вторых, когда Бог дает нам направление. И в-третьих, когда Бог предостерегает нас. Во всей Библии это опасные три причины, почему мы видим сновидения от Господа, наставление, направление и предостережение. Во всей Библии мы встречаем много примеров предостерегающих снов. Давайте коснемся истории Америки. Вы видите, что сегодня студия украшена символами Америки. Я знаю о снах, которые имели большое значение не только для американской истории, но даже для всей мировой истории. Я хочу зачитать вам сон, который приснился нашему 16-му президенту Аврааму Линкольну. Едва я успел лечь в постель, как тотчас заснул, и мне приснился сон. Мертвая тишина царила вокруг меня, когда вдруг я услыхал подавленные рыдания и вздохи. Я встал и вышел в другую комнату. Все вещи и предметы были знакомы мне, но я никак не мог понять, кто плачет и что произошло. Во всех комнатах горел свет. Я был озадачен и встревожен. Затем я прошел анфиладу комнат, но по-прежнему никого не увидел. Лишь в последней комнате предо мной предстало поразительное зрелище. Катафалк, на котором лежал покрытый погребальным покрывалом покойник. Вокруг стояли стражи, как бы охраняя гроб, и толпились люди. «Кто умер в Белом доме?» – спросил я у солдата. «Президент!» – ответил он мне. Он погиб от рук убийцы. Затем из толпы я услышал громкий плач и рыдание, которые и разбудили меня. В ту ночь я больше не спал. Хотя это был всего лишь сон, меня он очень взволновал. Интересно, что Линкольн увидел сон о своем убийстве, и также он видел свой гроб в Белом доме. Две недели спустя, 14 апреля, Линкольн был убит в театре. Убийца Джон Уилкс Бут выстрелил ему в голову, подойдя сзади. Именно в восточной комнате поставили его гроб, который охраняли солдаты. Все было так, как он видел во сне. Расскажу еще об одном пророческом сне Линкольна. Это поразительный сон. Он снова чувствовал оцепенение, когда лежал в кровати, так же, как описывает это Иов. Когда в прошлом Бог давал мне пророческие видения и сны, я хорошо помню это состояние, когда я чувствовал себя истощенным и онемевшим от усталости. Мы поговорим еще о причинах, почему сны и видения посещают нас, когда мы устали. Линкольн находился дома. Он очень устал. В этом видении он увидел рядом с собой зеркало и два отражения своего лица. Лица были расположены рядом, на небольшом расстоянии друг от друга. Одно лицо выглядело бодрым и сильным, а другое бледным, почти призрачным. Видение закончилось, и он списал все на усталость. Позже он спросил жену, что она думает об этом видении. Он детально рассказал ей все, как было, о зеркале и о двух своих лицах, и о том, какие они были. И вот что сказала его жена, Мэри Линкольн, ее толкование. «У тебя будет два срока в качестве президента. Первый будет сильным. А второе лицо обозначает твой второй срок, во время которого ты умрешь». Как мы знаем, так и произошло. 14 апреля 1864 года, перед тем, как отправиться в театр, случилась странная вещь, по словам тех, кто знал президента и позже записал это. Линкольн встретился со своим кабинетом и сказал, «Господа, уже очень скоро вы услышатся важные новости». Они ответили, «Что же это будет?» «Мы ни о чем не слышали». Линкольн сказал, «Вы услышите завтра». «Я видел один и тот же сон три раза». «Последний этой ночи». «О чем был этот сон?» Спросили они его. Линкольн ответил, «Я нахожусь в лодке, один посреди океана. У меня нет весел, и я совершенно беспомощен. Меня уносят волны». В этот вечер в театре Форда президент Авраам Линкольн был убит. Среди людей президента был человек по имени Уильям Круг. Он рассказал, что вечером, перед отходом ко сну, Линкольн всегда говорил ему, «Спокойной ночи». Но, как ни странно, этой ночью Линкольн сказал ему, «Прощай». Линкольн получил два сна и одно видение о том, что он умрет во время служения Родине. Это один из необыкновенных примеров одного из лидеров нашей страны, который через сны и видения был предупрежден о том, что умрет, находясь на службе в Белом доме. Также мы знаем, что правитель Александр Македонский видел сны, которые имеют мировое значение. Расскажу вам об одном из них. В древнем мире были такие государства, как Вавилон, Персия и Греция. Персия завоевала Вавилон, а затем греки завоевали Персию. Когда Александр Македонский завоевал Персию и сформировал греческую империю, он поставил в известность правителей всех земель о том, что теперь он является новым императором. Из истории мы знаем, что после завоевания Сирии он отправил письмо первосвященнику в Иерусалим, в котором писал, что нуждается в его поддержке и проведении. Персидское царство очень лояльно относилось к Иудеям, им даже было позволено вернуться в свою землю и заново отстроить свой храм. Поэтому первосвященник написал Александру, что израилетяне поддерживают Персидскую империю. Греческому лидеру и полководцу Александру Македонскому это не понравилось, поэтому он решил уничтожить Иерусалим. Он готов был убить всех иудеев, потому что они поддерживали его врага, Персию. Месяц спустя он завоевал часть Египта и уже готов был идти на Иерусалим. В то время первосвященником в храме Господнем был человек по имени Иуда. Иуда увидел сон в одну ночь. Он видел себя в самых праздничных, великолепных одеждах, которые у него были. И он видел также, что люди одеты в льняную, белую одежду. Господь дал Иуде толкование этого сна. Было важно, чтобы, когда Александр Македонский встретится с ним, Иуда был бы одет в это праздничное одеяние первосвященника, а люди в белые одежды. Они начали молиться об этом и искать Господа. И вот Александр Македонский появился в Иерусалиме. В институте храма в Иерусалиме находится удивительная картина. На ней изображена та самая встреча. Это то, что реально произошло в иудейской истории, когда Александр Македонский увидел первосвященника и народ, одетых так, как повелел Господь, он вместо того, чтобы убить их, поклонился и отдал ему честь. Его солдаты были очень разочарованы. Они сказали, «Тебе принадлежит весь мир. Почему ты кланяешься этому человеку?» По словам историка Иосифа Флавия, вот что ответил сам Александр. Этого старца мне уже раз привелось видеть в таком убранстве во сне в македонском городе Дии. И когда я обдумывал про себя, как овладеть мне Азией, именно он посоветовал мне не медлить, но смело переправляться через Гириспонт. При этом он обещал мне лично быть руководителем моего похода и предоставить мне власть над персами. Александр Македонский видел во сне иудейского первосвященника, который обещал ему помочь. Поэтому он принес жертвоприношение истинному Богу в Иерусалимском храме. Иосиф Флавий пишет, «Когда же ему была показана книга Даниила, где сказано, что один из греков сокрушит власть персов, Александр был вполне уверен, что это предсказание касается его самого». Когда первосвященник испросил разрешение сохранить им старые свои законы и освобождение на седьмой год от платежа податей, царь охотно согласился на это. Иными словами, из-за своего сна Александр очень дружелюбно отнесся к иудеям и более того, он узнал, что в Библии есть пророчество о нем. И это удивительно. Разве это не прекрасно? И это всего лишь один из примеров того, как лидеры древнего мира видели пророческие сны, касающиеся не только их государства, но и их самих лично. Так что сны влияют на человека. Когда я прочитал об этом пророчестве в Библии, я стал подробно изучать книгу Даниила и Бытие, где говорилось о Египте. Я заметил, что при лидерах древнего мира всегда были мудрецы, советники и астрологи. В общем, какие-то сведущие люди. Их задача была толковать пророческие сны, которые видели их лидеры. Есть три основных причины, почему мировые лидеры хотели бы получить толкование своих снов. Во-первых, они хотели знать, удержат ли они власть в своем царстве или потеряют. В первой книге «Царств», 28 главе, мы знаем, как Саул согрешил из-за этого. Он встретился с колдуньей, чтобы узнать о своем положении и судьбе своего царства в предстоящей войне. И это вторая причина. Лидеры хотели знать, победят они или проиграют в сражении. Вторая книга про Липоменон рассказывает о том, как дух обманул пророка Фахава и отправил царя на битву, в которой он был убит. Иосафат был богобоязненным царем и тоже хотел знать исход своего сражения. В четвертой книге «Царств» мы читаем о том, как царь по имени Езекия искал Господа для исцеления, когда пророк предсказал ему близкую смерть. Но когда он стал молиться и искать Господа, Бог добавил ему еще много лет жизни, еще целых 15 лет. Итак, мировые лидеры хотели знать, во-первых, удержат ли они свою власть, во-вторых, проиграют ли они войну или выиграют, и в-третьих, получат они или члены их семьи исцеление. Это три основные причины, по которой любой мировой лидер в этом мире хотел бы знать свое будущее. А вот почему они нуждались в толковании снов. Однако, в древние времена использовали много странных методов, чтобы узнать, что значил сон. Например, они наблюдали за планетами, кометами, метеоритами, луной и солнечными затмениями. Соотносили их с этапами военных действий, пытались понять исход битвы. Иногда они читали по внутренностям животных, по коровьей печени, по дну чайной чаши, кофейным зернам, воде. Это очень странные, небиблейские методы, с помощью которых люди пытались узнать свое будущее. Интересно, что в Библии мы встречаем много примеров, когда разные люди могли толковать сновидения. Например, Иосиф. Или, например, пророк Даниил, который толковал сны на выхудоносора. Интересно, что когда Бог давал сон мировому лидеру, его слуги, астрологи и мудрецы, не могли верно истолковать этот сон. Всегда нужен был человек, в котором был Божий Дух. Вот что важно. Обычные люди толковали обычные сны. Если же кто-то видел духовный сон от Бога, необходимо было, чтобы его толковал человек, в котором есть Дух Божий. Мудрецы фараона не могли истолковать его сон. Царь Набухудоносор грозился казнить своих мудрецов, если они не истолкуют его сон. И только один человек, пророк по имени Даниил, на котором был Божий Дух, мог истолковать его сон. Из этих примеров мы видим, что сны, которые приходят от Бога, может истолковать только такой человек, на котором есть Дух Божий. Как я уже говорил, пророческие сны очень важны. Из Пятикнижия Моисея мы знаем такой интересный факт. Ветхом Завете называться пророком мог только тот, кто получал пророческие сны от Господа. Это описано в числах 12 главе. Тут сказано «Слушайте слова Мои. Если бывает у вас пророк Господень, я открываюсь ему в видении и во сне говорю с ним». Таким образом, Бог ясно говорит, что настоящие пророки будут видеть духовные сны и иметь пророческие видения. С другой стороны, если вы видите сон или видение, это еще не делает вас пророком. Это просто означает, что Бог дал вам сон или видение. Мы видим, как сегодня все готовы провозгласить себя пророками и провидцами. Только из-за того, что видели сон или видение. Бог может посылать много снов людям, если они просто благочестивые христиане и слушают голос Святого Духа. В Библии множество примеров того, как Бог обращался к людям через сны. Бытие 20 глава. Бог предупредил царя Авимелеха о том, чтобы он не прикасался к царе, жене Авраама. Бытие 31 глава. Иаков и его семья должны покинуть Лаван и отправиться в обетованную землю. 37 глава. Бог открывает Иосиф и его будущее в двух отдельных пророческих снах, когда он был еще отроком. 40 глава. В темнице Иосиф истолковал сны Виночерпия и Хлебодара. Оба эти сна исполнились 41 глава. Иосиф дал толкование сну фараона о семи голодных годах, которые скоро наступят и благоприятных годах. Судьи 7 глава Гедон услышал толкование сна о ячменном хлебе и это придало ему уверенности в победе. Истолкование этого сна он узнал, что его армия разгромит Модианитян. Третья книга царств. В сновидении Бог сказал Соломону, что даст ему мудрость, как он и просил. Даниил 3 глава. Даниил единственный во всем Вавилоне, мог истолковать сон царя Новохудоносора. 4 глава. Даниил истолковал другой сон царя Новохудоносора о его сумасшествии, которое продлится семь лет и о его последующем восстановлении. 7 глава. Даниил видел несколько снов, где символами были необычные животные. Эти сны были о будущих мировых империях и содержали в себе важные пророчества. В Библии Авраам, Исайя, Иезекииль, Даниил, Иоанн в книге Откровения получали видение от Господа. Также Иов, Иосиф, Гидеон, Новохудоносор, Фараон, Даниил, Иосиф, жена Пунция Пилата. Все они видели сны, которые имели духовное значение. Интересно, что все видят сновидения и часто люди не помнят, что видели во сне. Я со своей женой даже шучу иногда по этому поводу. Дело в том, что я вижу сны каждую ночь. Я точно знаю, что если я засну, то увижу сны. При этом 90% из них не имеют никакого смысла. Моя жена, наоборот, редко видит сны. Может быть, всего один раз за весь год. Но когда она все-таки видит сон, у него обычно есть духовное значение. Некоторые из ее снов были просто потрясающими. Однажды, много лет назад, она встречала меня в аэропорту и сказала, что видела сон о жене пастора. Во сне она была беременна и очень расстроена, потому что ее первая беременность была очень тяжелой. Она очень боялась, что нечто случится с ребенком. Поэтому мы решили навестить ее. Мы поехали в церковь, и когда моя жена Пэм разговаривала с матерью этой женщины, она узнала, что ее сон подтвердился. Моя жена вернулась домой, и Бог коснулся этой женщины, как и было явлено моей жене во сне. Это был сон предупреждения. Во сне она сказала этой женщине, что все будет хорошо. Это был пророческий сон, но моя жена не пророк. Просто Бог дал ей увидеть такой сон, чтобы поддержать жену пастором. Бог знал, что она разыщет эту женщину и передаст ей это послание. Другими словами, Бог дает видеть сны многим людям, но есть также те, кто обладает духовным даром сновидений. Они видят много снов с духовным значением. Например, мой отец каждую неделю видел сны про кого-то из нашей семьи или людей из церкви. Он всегда рассказывал об этом. Его сны сбывались или если это был сон предупреждения не сбывались, потому что он много молился за ситуацию, чтобы она разрешилась. Есть три основных причины, почему люди получают духовный дар сновидений. Во-первых, он передается через ДНК. Например, многие из индейцев Чироки видят духовные сны. Я не знаю почему, но Бог особенно часто дает сны именно людям, у которых генетические корни восходят к индейцам Чироки. Это факт. Некоторые люди получили дар духовных сновидений просто как естественный дар. Мудрецы при Навуходоносоре или фараоне не верили в истинного Господа, но все же могли видеть и толковать сны. Иногда этот дар передается нам как естественный, обычный дар, как, например, умение рисовать, петь или играть на гитаре. То есть первые две причины пророческих снов это дар, передающийся через ДНК, либо это естественный дар. Ну и в-третьих, дар видеть и толковать сновидение может быть дан человеку Святым Духом. Если это дар от Святого Духа, то это означает, что он дан ради наставления и служения Церкви. Доступны уже сейчас серия новейших проповедей на DVD «Антихрист, его конфедерация и последняя восьмая мировая империя». Восемь часов совершенно новых изучений и откровений ждут вас. Мы детально рассмотрим, какой будет империя, которая в будущем захватит весь мир. В этом изучении будет раскрыта последняя тайна Антихриста. Пастор Перри расскажет о корнях теории об Антихристе в Писании, о том, что пророки, Христос и апостолы говорили по этой теме, а также об учениях ранних отцов церкви и об исторических личностях, которых принимали за Антихриста. Вы узнаете основное пророчество о царстве Антихриста и его десяти царях, о роли ислама в будущей восьмой империи, будет раскрыто место, откуда произойдет Антихрист, где он будет править и что будет делать. Мы детально рассмотрим, что такое знак зверя и как он установит контроль над мировой экономикой. Также вам станут доступны многие пророчества, которые раньше редко упоминались. Это изучение ответит на многие ваши вопросы. Оно включает в себя изучение слова, исторических фактов и пророчества из Нового и Ветхого Заветов. На этих четырех DVD-дисках записано около восьми часов изучения с многочисленными наглядными материалами. Набор из четырех DVD-дисков можно приобрести за пожертвование от 65 долларов. Чтобы сделать заказ, посетите наш сайт или позвоните по телефону на экране. А также вы можете написать нам по адресу, который сейчас вы видите на своих экранах. В наше время, когда мы видим исполнение библейских пророчеств о последних днях, эти проповеди актуальны как никогда. Вы можете поделиться этой информацией со своими близкими. Хочу сказать, что сегодняшняя серия изучений состоит из четырех частей. Обязательно посмотрите все части. Также я провел тысячи часов, исследуя тему Антихриста и его грядущего царства. Приобретайте изучение на DVD, смотрите и узнавайте новое. В последние времена знания как никогда важны как для вас лично, так и для всей вашей семьи. Также хочу напомнить вам о нашем международном пророческом саммите. Регистрация в самом разгаре. Заходите на нашу страницу perrystone.org, чтобы узнать больше. Мы готовимся к началу регистрации на другое наше мероприятие Warrior Fest. Все, кто уже когда-нибудь участвовали в нем, готовьтесь, будет интересно. Также у нас есть и другие мероприятия, которые мы надеемся организовать совместно с нашими партнерами. Мы ждем, куда поведет нас Господь. Он, безусловно, помогал нам и поддерживал нас в эти дни. COVID все еще продолжает влиять на нашу жизнь, как и во всем мире. Но мы благодарны Господу за то, что Он с нами. Хочу напомнить вам о нашем YouTube-канале. У нас уже более 600 тысяч подписчиков, и мы выкладываем по 3 видео в неделю. Поэтому подписывайтесь и следите за обновлениями. Да благословит Господь всех вас. Пожалуйста, заходите на наш сайт. Увидимся на следующей неделе. Будьте благословенны. Перри Стоун приглашает вас на международный пророческий саммит. С 24 по 27 июня в здании Центра Омега в Кливленде, штат Теннесси. Билл Клауд Джоэл Ричардсон Марк Билдс Перри Стоун Количество мест ограничено. Регистрируйтесь сегодня. Больше информации на нашем сайте perristown.org Не упустите возможность стать участником самого важного служения 2021 года. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова